Приветствую вас, Александра. Давайте разберем ваш вопрос. Первое, что хочется сказать, это то, что профессиональная психотерапия не предполагает советов. Профессиональная психотерапия это помощь в том, чтобы разобраться в себе, но это не советы. Поэтому здесь вы немножко не по адресу и к сожалению или к счастью, но как бы советы это то, что в общем-то психотерапию дискредитируют. Это первое. Второе, собственно вы свою проблему описали достаточно конкретно. Это проблема того, что вы не переместите неопределенность. И вам нужно, чтобы кто-то извне, да, вам эту самую определенность, грубо говоря, дал. Соответственно, с чем связана такая непереносимость определенности? Почему она вас, так вот как вы говорите, съедает изнутри? С чем это связано? Что она вас съедает изнутри? Ну, я рискну предположить, что вы не доверяете себе. И поэтому, потому что вы себе не доверяете, вам так тяжело переносить эту самую неопределенность. Причины, по которой вы себе не доверяете, как ни странно, вы тоже написали. Это то, что вы не рефлужили, по вашему мнению, такое отношение к себе. То есть, вы считаете, что некоторое отношение, вы считаете, что определенное отношение к себе можно заслужить. Ну, это надо сказать, что, на мой взгляд, ошибочная позиция, потому что заслужить, ну, хорошие отношения, невозможно именно заслужить его. Можно формировать отношения у партнера к себе, но нельзя заслуживать. То есть, то, что вы считаете, будто бы можно это сделать, является как раз таким проблемой. И проблемы, надо сказать, довольно серьезно. По существу, по факту, вы, вероятно, вероятнее всего, вы боитесь, что вас мужчина бросит. Вот, вы боитесь, что вы останетесь одной, вот, вероятнее всего. Я, конечно, в этом не уверен, да. То есть, тут, понятно, есть определенные нюансы, вот, но, в целом, я думаю, что проблематика вот, она такая, с такого плана. Вы говорите, что можно написать, там, раз в неделю, одно слово. У вас здесь, ну, можно наблюдать требования, то есть, это вот вы требуете, как бы, от, ну, от человека, вы требуете, что я вам написал, вот. Имеет смысл здесь подумать, с чем связано подобное, ну, требование, требование, с чем оно связано. Откуда оно, это, требование имеет место быть, откуда оно, это, требование у вас возникает. Как, получается, что оно, это, требование возникает, из чего оно возникает, из чего оно произрастает и так далее. Ситуация несколько неоднозначная, еще и потому, что вы говорите, что даже до, ну, до глобальных проблем, вот. Вы встречались крайне редко, то есть, общались с тобой каждый день, ну, вот, виделись крайне редко. Маленькая штука, ну, тут, тут тоже такой, достаточно важный момент, момент, вот, который требует исследования, да. Момент, связанный с тем, а почему вы так вот редко виделись, да, то есть, ну, с чем это связано. Может, может, мужчина, там, как-то, изначально вел себя по отношению к вам таким образом, что нельзя было говорить, нельзя было рассчитывать на продолжение отношений. Тут вот тоже такие нюансы. Значит, мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на объективные, то есть, на ваши, основания, для, вот, состояния, которое вы описываете, то есть, состояние, это вот, как раз, когда, когда вы не находите себе места. Крайне важно этот момент для себя поисследовать. Крайне важно. Крайне важно. И до тех пор, пока вы не возьмете ответственность на себя за то, что вы не возьмете ответственность на себя, что с вами происходит. Ну, ситуация будет, мягко говоря, не очень хорошая, к сожалению. Вот это, то, что можно вам сказать. Вот. То, что можно вам ответить. То есть, на данный момент, вот именно сейчас, вы в отношениях с молодым человеком, нуждаетесь больше, чем он. Соответственно, он, мужчина, то есть, это, через путь мужчина, это, как бы, ощущает и, значит, ведет себя соответствующий. Здесь было бы странно, конечно, если бы человек вывел себя по-другому. Мне также кажется, что вы себя обесцениваете, я здесь, понятно, что не могу утверждать наверняка. Наверняка. Вот. И не хочу этого, но тем не менее. Далее, далее, далее вы спрашиваете, стоит ли бороться. Вот. Честно говоря, я здесь не очень, не очень понял, за что вы их, как хотите бороться. Или, или с чем конкретно вы хотите бороться. Или против чего, или против кого вы хотите бороться. Это вот такая достаточно важная составляющая, потому что все-таки отношения это не борьба. Все-таки отношения это в большей степени, наверное, свобода, не борьба. И в этом нужно отдавать, как мне кажется, себе все. Такой вот я могу дать вам ответ на ваш вопрос, который вы задаете. Подумайте, что вы чувствуете к мужчине, и какова, быть может, направленность вашего чувства к человеку. Подумайте об этом. Это достаточно важный момент. Потому что, ну, достаточно важный, потому что, в общем и думаю, на вас это влияет, ну, достаточно сильно. Вот. Надеюсь, вы в этом также отдаете себе отчет. То, на вас это, это влияет, и влияет в общем, ну, в общем прилично. Так. Так. Как лучше поступить, Пистовый? Пистовый. Как лучше поступить, Александр? Чтобы что? Конкретно. В зависимости от того, что вы сказали, в зависимости от того, в том числе. Что вы хотите, уже можно будет что-то вам рекомендовать. Здесь. Вот. Вот. Ну, никак не наоборот. То есть, в целом, это вот тревожность ваша. В целом, это ваша тревожность и собственный страх. Плюс, я думаю, что, вот, вас задевает его поведение, я полагаю. Вот. То есть, ну, вам неприятно, вот, его поведение. Такой, ну, на такой план неприятно. Вот. Вот. И, как бы, тут тоже, нужно разбираться, чтобы, ну, чтобы вас это не задевал. То есть, чтобы, ну, вы спокойно относились, когда человек, например, предпочитает, ну, не быть с вами, да, например, а, когда человек предпочитает что-то другое. Это нормально. Это выбор. Тут есть проблематика такого плана, такого плана, что, что вы выбор, выбор, ну, не уважает выбор. Человек. Вот. Как бы это, ну, проблема достаточно, я бы сказал. Достаточно серьезная проблематика. Ну, вот. Ну, я думаю, при, 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 при вашем желании, если у вас такое желание есть, вам можно помочь. Вот. Вот. Ну, здесь многое, многое зависит от того, чего вы на самом деле хотите. То есть, если вы хотите разобраться в себе, это одно, если вы хотите действительно разобраться в себе. Это одно, это один момент, если вы хотите себе разобраться, но если вы хотите чего-то другого, это уже совсем другая история. Не связано напрямую с этим. Вот. Соответственно, вам из данной ситуации нужно сделать вывод. Вывод о том, что вероятным, вероятнее всего, всего, вы пытаетесь через отношения решить некоторую свою проблему. Какую именно проблему, что это за проблема, что она из себя представляет, тогда это уже нужно разбираться непосредственно с вами. Сейчас я, наверное, еще раз прочту ваш вопрос. Значит, встречались с парнем год, все было в порядке, общались почти в казино, виделись крайне редко. Ну, вот, собственно, здесь вопрос к вам. Вопрос такой, вы считаете, ну, нормальным, например, что вы с парнем встречаетесь крайне редко, за тот же год, например. То есть, вы, собственно, вы говорите, вы же говорите, что все было в порядке. То есть, редкость встреч вас устраивала или как? Как это... Ну, ну, ну... Происходило. Как это... Как это... Работало. Это важно. И что вас объединяло? И объединяет! Ну, до сих пор, что вас объединяет, что вас связывает между собой. Это тоже очень важный момент, потому что из этого становится понятно, на каких основаниях вы выстраиваете отношения, на каких основаниях вы их строите. Вот. Это вот тоже такой крайне интересный момент, потому что если вы выстраиваете отношения на, ну, скажем так, на определённую основе, то и последствия будут соответствующими. И момент здесь в том, ну, даёте ли вы себе отчёт в том, что на таких вот основаниях выстраиваете отношения. Дальше, значит, почему виделись крайне редко в связи с коронавирусом. Его закрыли в университете на гарантии, тут навалилось. Как будущего врача его обещали куда-то распределить, как личный его вирус. Я в связи с сетей узнала, что он ещё получил проветку в армии, почему за сетей, потому что за мной он не разговаривает. Ну, смотрите, здесь вы, как мне кажется, да, пытаетесь контролировать, может быть, человека. То есть вы пытаетесь... вы за ним следите. Что-то получается... такая вот... подмена, да? Подмена... ну... Своей же его. Из чего я, в общем, могу сделать вывод, такое предположение, что... не так уж сильно ваша жизнь чем-то наполнила, к сожалению. К сожалению. Именно ваша жизнь. Это, конечно, грустно. Это, конечно, печально. Вот. И... Это объясняет... Почему вам так... Важен молодой человек. Можно, опять же, скорректировать. Можно скорректировать и... привести вас к тому, что... Ваша жизнь, например... Эээ... была бы для вас... Ну, в большем приоритете, чем в жизни кого-то. Чтоб ваша жизнь была... Эээ... Эээ... Ну... В вашей жизни... Был... Что называется... Было больше смысла. В вашей жизни было больше смысла. Вот. Потому что... Сейчас... Как... Как... Мне кажется... Эээ... Смысл... Эээ... В... Не... Не так много. Дальше. Со мной он не разговаривает. Почему... Почему... Как вы к этому пришли? Что он не разговаривает с вами. Один раз рассказал, что он есть в проблемах. Я... Попытался поддержать. Ну... Я думаю... Эээ... Отдельного... В... Внимания... Заслуживает. Эээ... То... Как вы... Пытались... Ну... Попытались поддержать... Человек. Как... Конкретно... Вы... Это... Сделали? Или... Делали? Какие у вас... Ожидания... Были? От... Ну... Относительно... Этого... Были ли... У вас... Ожидания? То есть... Эээ... Думали ли вы... Что... После... Того, как вы... Человека... Поддержите... Что-то будет... Эээ... По отношению... К вам. Постарайтесь... Максимально... Эээ... Честно ответить на этот вопрос. Потому что... Обычно... Когда я... Его... Задаю... Люди... Эээ... 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 Ну... Ээх... Оприцательно... То еьии... В какое-то... Оприцание... Это... Нормально... Ээ... Эээ... Эээ... Ээ... Как бы, отношение к эгоизму достаточно такое, я бы сказал, ну, немного устаревшее, вот то, что, если так словом, да, можно сказать, устаревшее. Устаревшее отношение к эгоизму, вот, что, конечно, большая проблема, вот, ну, на мой взгляд, большая проблема, потому что без эгоизма нельзя эгоизму, так или иначе. Прерывается он, так или иначе, дает особо знать, но если на него не обращать внимания, то, как бы, будут проблемы. Дальше. Так, эээ, затем уже больше недели не выходит на связь, ну, тут либо проблема, либо ваша поддержка, что-то бы вам всем не понравилось. Один раз я вспылил и сказал, что так нельзя, хотя бы, хотя бы раз в неделю словечко можно успеть написать, можем все-таки вместе. Ну, вот, об этом я говорил достаточно подробно, и я надеюсь, что вы для себя здесь определенные выводы сделаете. Так, эээ, значит, вместе себе не нахожу, не знаю, даже в городе он или куда-то уехал, но опять же, да, здесь это невозможно располагаться на себя. То есть, вот вы настолько обесцениваете свои чувства, настолько обесцениваете свою собственную регуляцию, что вам невыносима вот эта позиция, да, когда что-то не я. Сами вы решение принять не можете. Эээ, вопрос, конечно, остается в причинах, чем для вас. Сложность принять решение. Вот. А что представляет из себя эта сложность принятия решения? Это, конечно, очень такой важный момент. Это важная деталь. Так, эээ, я думаю, это страх ошибки у вас. Дальше, эээ, так, значит, с другой стороны мы же не думаем, что заслужило такое молчание. Ну, вот, брат заслужил, не заслужил, то же я говорю. Эээ, Александра, правых и неправых, эээ, нет. Эээ, у всех своя, правда. Поэтому нужно разобрать ваши личностные проблемы и конфликты, чтобы иметь возможность максимально естественно вести себя в отношениях. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Сначалаrin. Спаситель. 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 Продолжение следует...